Ну что, уважаемые родители, в очередной раз в нашей школе проходит брифинг. Ну, кто-то уже, может быть, был на этом мероприятии, кто-то пришел впервые. И, конечно, мы просили классных руководителей, чтобы пришли те, чьи дети не кушают в столовой. И выяснить, какова же причина. Сегодня повара наши приготовили для вас, для родителей, все то, что наши дети кушают в течение недели, двух. Меню меняется один раз в две недели. Но для того, чтобы вы это попробовали, я хочу сказать только то, что все, что готовится в нашей столовой, кушают не только дети, но и учителя, администрация. И напомнить, что у нас организацию питания осуществляет частный предприниматель индивидуальный, Троицкий Константин Александрович, его хозяин, а повар у нас Светлана Николаевна. В этом году она в качестве шеф-повара вступила в новую должность. Она была помощником шеф-повара. Мне очень приятно, что ее ребенок учится в нашей школе и точно так же со всеми детками кушает в столовой. Поэтому сегодня мы хотели бы, чтобы вы попробовали все, что едят наши дети, и оставили отзывы. Мы готовы услышать и критику в свой адрес, если таковая действительно будет. Мы, в принципе, и слышим. У нас есть замечания от детей, бывают замечания от родителей. Стараемся реагировать на это вот очень прям быстро сейчас и все это исправлять. Поэтому готовы вас услышать. Очень бы хотелось, чтобы вы все попробовали. Я хочу сказать, что у нас в этом году немножко поменялся режим питания. Значит, помимо завтраков и обедов имеются подники. Я что хочу сказать, уважаемые родители. Вот вы представители от классов. И когда вы придете на родительское собрание, мне хотелось бы, чтобы вы это донесли до всех родителей. Некоторые родители у нас говорят о том, что дети, ну, не хотят они просто кушать. Они дома позавтракали, а потом пришли пообедали. Но мы видим то, что наши дети, как правило, сейчас у нас есть внеурочные занятия, они уходят из школы где-то полчаса третьего. А из дома они уходят часов в осень. Вот, ну, я не знаю, даже мы, вот, учителя, почему уходим кушать. Потому что целый день, вот, просто невозможно быть голодными. А детки у нас, в общем-то, я вам хочу сказать, любят покушать и позавтракать, и пообедать. И мы увидели еще такую тенденцию очень интересную. Седьмой класс у нас начинают дежурить в столовой. Да? Они сюда приходят, и здесь их, когда они дежурят, в этот день бесплатно кормят и завтраком, и обедами. Вот, поверьте, нет ни одного ученика, который пришел подежурить в столовую, и не съел бы все, что ему дали. Буквально недавно я встречалась с предпринимателем, и мы обсуждали некоторые вещи. И надеемся, что с Нового года меню чуточку изменится. Но хотя детей надо учить. Нужно учить их есть рыбу. Они ее не едят не потому, что она не нравится. Мы выяснили, что многие дети не умеют разделать рыбу. Они боятся, что там попадут им кости. И когда его прям отделяешь от кости, они с удовольствием ее кушают. Поэтому у меня к вам еще просьба. Вот когда вы сейчас будете кушать, а потом придете домой и в классы. Все-таки детей нужно приучать, учить и суметь разделать рыбу. И пробовать там гречку, которой они, к сожалению, у нас тоже гарнир не очень. Если понемножечку дома давать, то детки наши привыкли, потому что все, что здесь есть, все сбалансированное питание, приготовленное на пару у нас, пара конвектоматы. Может быть, некоторые не привыкли, что-то любят поджаренное все дома. Здесь, конечно, у нас нет. Все только припаривается, припускается. Ну, вот таким образом готовится. Итак, уважаемые родители, можно, как бы, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Поэтому я приглашаю вас всех. У нас здесь салаты, здесь гарниры, фонари, а здесь, которые мы готовим. Салаты, здесь гарниры, фонари, а здесь, которые мы готовим. Все понравилось, очень замечательно. Спасибо. Очень вкусно диетически. Девочки, не боитесь, не поправьтесь. У нас все боятся поправиться. Здесь все диетически приготовлено. На пару не жарено. Только парено. Поэтому скажи, все вкусно было? Понравилось? А что тебе понравилось? Суп. Суп. Семью ем. Вкусно мне. Пришла я сегодня в столовую, и я подумала, что мы будем здесь говорить, говорить, говорить. А нас сразу всех к столу позвали, и я так наелась, что я даже очень вкусно наших деток кормлю. И если кто-нибудь скажет из детей, что я не ем суп, это будет неправда, потому что он невкусный. Это будет неправда, что все вкусно. У них пять видов супов, очень много разнообразной питания. Мы и так дома не всегда готовим, только по выходным. Спасибо большое. Очень вкусно готовят в столовой в 14-й школе. У меня внучата с удовольствием ходят и кушают. Я вот пришла третий раз уже на брифинг, и мне очень понравилось. Спасибо большое поварам, ну и директрисам школы, организациям хорошими. Спасибо. Было очень вкусно, всем спасибо. Я присоединяюсь, мне все очень понравилось, все вкусно. И внук у меня тоже здесь кушает, ему все нравится. Добрый день, я работаю на мясном производстве, и хочу сказать, котлеты из мяса, и очень вкусные. Очень понравилось, все вкусно. Я рада, что моя дочка здесь кушает. Спасибо. Очень все вкусно. Мои внучат ходят обедать сюда, все им нравится. Большое спасибо поварам. А выпечка просто замечательная, пирожочки, ватрушечки, воздушные. Спасибо большое за отзывы, хорошие. Проходите, мы всегда вам рады. Нас-то каждый день кормят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...